Я не знаю, мне для вас переводить это видео или нет? Я в принципе мог бы. Типа такой, ну, это чё? Типа мне подношение? В задницу ваше подношение! Вот вам моё подношение! Говорит трапер. Чё вы об этом думаете, а? Боже, у меня сейчас случится сердечный приступ от всех этих двуайков. Эй, слышь? Божечки, отстаньте вы от меня! Уйдите! Окей, они, они отстали, они отстали. Вот ведь криповые, а! Стоят и смотрят! Чё, трапер доски не сбросил! О, чёрт, они, они, они меня трапают! Они загнали меня в ловушку! Я грёбаный трапер! Вы загнали трапера в ловушку! Какого? О, бой! Чего они хотят от меня? И головы, головы вверх! Ха-ха-ха-ха! О, боже! Грёбаные культисты! Да, тут совсем не видно, но... У всех персонажей имена культист, главный культист... А, это лидер культист, который лысый. Культист и культист. Для тех, кто не видел. Это культ двайтов. Стоп! Они чинят генераторы! Да эти ублюдки хотели меня обмануть! Культ или не культ, да пошли вы! Я всё равно... Это моя игра! Отруби голову змеи, и она перестанет... Ну, это фраза, фак, она не переводится. Таки нашёл культиста. Он решил голову, короче, культа повесить. Теперь я лидер культа, вы ублюдки! Так, и первое, что я вам прикажу, это чинить генераторы. Просто траппер молодец, он... Стоп, а почему я им помогаю, говорит он. Теперь он глава культа. Вот так вот. Не переводится, ну, наверное. Работай быстрее, скотина! А ты... А вы вдвое вылечите его! Слышите, я ваш лидер, вылечите его! Офигенное видео! О, боже, не смотри на меня так! Ты хочешь, чтобы я пошёл за тобой? А ну отвали! Ладно, пойдём. Эм, так чё, я теперь... Часть их культа получается? Я не должен хотеть этого... Это делать! Но это просто слишком нереально! О, боже, я стал частью этого культа! Эм... Ну... Давайте, погнали! Всё! Эм... Продолжение следует... 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 Да, кстати, к слову, я отключил донат-алерты, субскрайб-алерты во время стрима разработчиков, поэтому все донаты потом будут. Я вижу, Евгений Грин задонатил. Сори, но во время стрима разработчиков некогда. Мне тяжело отвлекаться просто. Я думаю, что мы имеем правильные пи, когда мы смотрим на то, как люди выглядят. Да, дело в том, что есть обычный обычный, который часто будет хорошо, но когда мы используем наши данные, и мы собираем в деталях более детально, мы можем найти, что некоторые комбинации... Говорят, что как только они смотрят вот эти данные в детали, они понимают то, что некоторые комбинации, возможно, перков, например, или шмоток, аддонов, иногда очень сильными являются. И в таком случае, да, это принимается к рассмотрению и будет баланситься. Саб-алерт не сломался, саб-алерт я тоже выключил. У нас был саб. Не знаю, неважно. По поводу исправления осколка. Будет нерв осколка. Он говорит, что использовать его будет не совсем тяжелее, типа скиллчек будет меньше, но... Он будет использоваться как-то по-другому, говорит. Обсуждать сейчас они это не будут, но... Баг с осколком, то, что маньяк скидывает с плеча. Он будет... То, что маньяк скидывает, и осколок теряется. Возможно, он будет на следующей неделе, говорит Дэйв. Вот. И будут еще изменения к осколку, потому что они считают этот перк слишком... Слишком сильным. А, нет, сейчас говорили про маску с этим, боже. Маска с... Кленовым листом для траппера. Тоже, возможно, на следующей неделе будет, да. Нет. Акцепт, ах, очевидно. О, да. Ха. Ты имеешь комменты на это? Они дельфинт. Они дельфинт. Они дельфинт. Нового DLC. Люди уже нашли в Стиме ачивки новые. И некоторые уже даже успели получить эти ачивки. Ну, за четыре, конечно же, Стим. То есть, да, новое DLC. Эти ачивки уже появились. Ничего больше они пока, конечно же, об этом не скажут. Одиноко ли Сара? Есть ли у нее молодой человек? Спрашивают в чатике. Мэтт говорит, мы не отвечаем на такие вопросы, они очень личные. Какая-то как-то. Окей. Так, некоторые люди спрашивают. И, frankly, мы спрашиваем друг друга. Это будет шумно. Как насчет... Сейчас Мэтт говорит по поводу фильма Dead by Daylight. Но он считает, что, скорее всего, вместо фильма лучше было бы снять сериал. Потому что это же повторяющийся процесс. То есть, игра в Dead by Daylight — это постоянный повтор одного и того же. Мэтт говорит, кого бы ты взяла на роль Траппера? Например, актера какого. Если бы мы вдруг сняли этот фильм или сериал. Я не знаю, что бы ты взяла на роль Траппера. Я не знаю. Конечно же, ты хочешь кто-то огромный. Нужен кто-то огромный. Дуэйн Скала Джонсон отлично подходит. Он лысый. Он огромный. Он бы подошел, мне кажется. Немножечко грима в виде вот этой коричневой темной кожи такой, типа, сожженной. Да. Он может быть Двайт. Он может быть юниципал. Баф Двайт. Гора, да-да-да. Мэтт сам сказал Двей Джонсон. Вот только он говорил сейчас про Двайта, а не про Траппера. Ходор. Ходор. Нет. Мистер Бин. Это очень... Мистер Бин. Почему бы нет? Я бы посмотрел этот фильм. Я бы видел его как Рейт, может быть. Как-то тип-тое. А Мистер Бин ведь подошел бы под призрак. А ведь он так ходит на цыпочках, типа, такой... Так, у нас есть еще что-то остальное, чтобы поговорить о том? Да, да. Вин Дизел как Хилбили. Вин Дизель. Хилбили. Почему-ю? Не знаю. О, да, Джулиас Бьорнсен, the guy from the mountain from Game of Thrones. Ммм, Егору тоже предлагают из игры престолов, да. Крикс и Траппер, ммм, однако, да-да-да, крикса, крикса в Трапперы. Игра, скала, да? Вот это. Да, это было довольно весело. По поводу кровавой охоты. Да, сделаем ли мы ее еще? Да. Да, мы можем, и когда-нибудь мы повторим двойные Бладпоинты, да. Невидимого призрака, пожалуйста. Дэйв говорит, я не знаю, о чем вы хотите. Так, продолжаем. Сара, которая также является одним из выживших в игре. Она озвучила одного из выживших. Сможем ли мы угадать? Вы просили... Вы просили всегда позвать кого-нибудь. Мия, 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 Мия. Мег. Мег, Мег, Мег. Мег, походу. Видимо, мы... В общем, если есть вопросы по поводу озвучки или юзер-интерфейса, то... Это можно задать, сейчас у них на стриме. Это не новый сурф, нет. Нет, это... Мне кажется, она Мег, наверное. Кладет, о, боже. Она озвучила Кладет. Белая озвучила афроамериканку. Пожалуйста, это ваша шоу. Пожалуйста, это мой шоу. Так, одна из вещей, которую мы начали делать recently, это... Ну, чтобы начать с... Для тех, кто играет игры в нон-английском версии, для тех, кто играет не на английском языке, она говорит то, что... Некоторые переводы немного смешные, говорит. Поэтому мы ждем предложений от сообщества. Поэтому для каждого из... Языков, грубо говоря, они создают отдельный трэд, походу. Наверное, в стиме или, может быть, на реддите, не знаю. И будут ждать от нас определенного фидбэка, и, соответственно, правильного перевода, как вы считаете, это должно быть переведено. Она сейчас хочет поблагодарить некоторых человек, которые, соответственно, помогали в переводах и в помощи русских. Очень много русских. Ребят, я не стал озвучивать. Если вы услышали себя, вы молодец. Вы помогли Dead by Daylight. На стим-форумах можно найти в неанглийских обсуждениях вот это вот, видимо, обсуждение. И они, я так понял, они сделали специальную форму, которую можно заполнить и написать о том, в чем проблема. То есть, специальная форма, вы нашли ошибку в переводе, вы считаете, что надо перевести по-другому. Найдите, где это делается. Я пока не так не понял. Походу, в стим-форуме где-то вне англоговорящих стим-форумах. Вот, и можно будет заполнить и написать об ошибке. Сделать себя потише, ведущих громче. Это перевод. Мэтт поблагодарил всех русских за то, что мы ему помогаем. Ну, и многих, кто пытается помочь, да. Говорит, что у нас очень много русских, говорящих друзей, которые пытаются нам помочь. Дэйв, о чем-то хочет поговорить. О чем-то очень важное, походу. На следующей неделе выйдет патч, в котором будет очень много интересных вещей. И много балансных изменений. Я не буду все их зачитывать и все объяснять, потому что их будет очень много. Воу, на следующей неделе важный патч. Дэй говорит, попозже перейдет. Не думали ли вы перенести... Сделать меню статичным слева, навсегда. И убрать кнопочку, как бы, меню. Или, подожди, или он говорит... Нет, он сказал меню, баттон. Но часто спрашивают по поводу кнопки Quick Play. А, или кнопку Quick Play перенести куда-нибудь слева, типа, нажал ее и пошел играть. Непонятно. Мы просматриваем все обсуждения в Стиме и нарядите. И с нашим последним обновлением интерфейса да, вам немного стало сложнее в нем разобраться иногда. Те вещи, которые вам нравилось делать до этого. Но мы стараемся, мы смотрим, как бы это еще поменять, чтобы вам было удобней. Слепые липы. О, да, это за счет. Но слепые липы, я думал, это было неинвенда. И так, что это называется. Ну, вы знаете. Это, кстати, на самом деле, на самом деле, когда мы решили на название «Блодстейн Сак», мы видели, что многие партнеры просто полетели покажутся. Мы просто хотим проверить, мы просто хотим, что вы понимаете, какие-то коннотации Сложные шуточки по поводу кровавого мешка Сэк, мешок и... Знаете ли вы, как еще используется слово сэк? Говорят, да, да, мы знаем, и мы решили, что это хорошее название Итак, новые фичи от Дэйва Добавили Колокольчик призраку Мы наконец-то добавили колокольчик призраку У нас был колокольчик, у нас были анимации и все Но на следующей неделе мы его доделали до конца И у нас появится колокольчик Мы это говорим по поводу того, когда будет патч Точно не знаем, но как бы может случиться такое-то, что мы готовы выпустить Например, в понедельник Но потом нашли какие-то проблемы И потом перенесли на вторник и так далее Далее Баланс по поводу призрака То, что ты начинаешь игру невидимым Тоже входит в этот патч То есть на следующей неделе Призрак теперь будет невидимым с самого начала игры Очень важная вещь Мы добавили специальное сообщение в игру Когда вы входите в игру О том, что игра не видит ваше сохранение игровое Обычно просто перезаход в игру пофиксит эту проблему То, что вы теряете свое сохранение к игре Это очень важно Были зрители, которые писали о том, что Мы потеряли все у нас в игре, больше ничего нет Теперь, когда вы зайдете в игру И если есть какая-то ошибка Будет сообщение, которое будет вам говорить Что вам делать и как Также вот как бы появляется Ну, видимо, сообщение Если вдруг EAC не работает Или Steam вдруг упал Или что-то типа того То есть вот это сообщение будет и для Тех И для тех, кто якобы потерял сейф Музыку в лобе можно будет сделать тише Музыку в лобе только что сказал И Сара засмеялась Типа, блин, давно пора было ввести это изменение Добавлена сортировка кастомизации по редкости Или по алфавиту Не только кастомизации, но и, по всей видимости, аддонов, шмоток Мы будем самостоятельно выбирать Какую редкость или что мы хотим Делать Когда у Двайта появятся секси Шмотки, как у медсестры Медсестрички Мэтт перебивает Дэйва, а у него клевый вопрос Почему в игре так много кастомизации, но обычные люди Не стримеры Не могут ее получить Например, шмотки Бару Энгри Пак Футболка Твич футболки Маска Делириус Итак Мы это делаем, потому что стримеры Это наши друзья И они показывают нашу игру людям Но ведь мы также делаем DLC и новый контент в игру Для всех, который доступен Хочет ли Мэтт что-то добавить? А, но Мэтт хочет поговорить немного о футболке Твич Добавить Футболка была сделана для того, чтобы наградить большее количество твич-стримеров Но Фиолетовые Фиолетовые Футболки добавляются исключительно на аккаунты То есть их нельзя разыгрывать, их нельзя раздавать, их нету То есть они планируют выдавать эти футболки исключительно тем стримерам, которые стримят игру Ну, регулярно, относительно регулярно И позитивно, соответственно, относятся к игре Вот Дэйв говорит, мы также начали награждать Людей На всем, ну По По всему земному шару Только что Мэтт поговорил про китайских стримеров Русских стримеров Привет! Спасибо, Мэтт Спасибо тебе за коды Спасибо, ребят, вам за 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 то, что даете нам такую возможность Вот И другие, соответственно Также Дэйв говорит, мы награждали людей раньше за косплей, например Или за арт И поэтому, да, мы планируем это делать в будущем Русских стримеров Я Привет! Я не знаю, почему я отвечу Окей Кто-то сказал, РИП, латин-американские стримеры Это ложь У нас было несколько чилийских стримеров, которые мы смотрели в недавно И мы дали коды для них И Так же они выдали несколько кодов чилийским стримерам, говорит Итак, далее Планируют ввести спектатор мод в режим Kill Your Friends, то есть в режим игры с друзьями Планируют ввести спектатора Это позволит, по сути, обыгрывать какие-то турниры Для того, чтобы можно было спектатить Кто озвучивал нею? Я не помню Я не помню Это Анаис? Нет Она была Я не помню Это Меган? Я не помню Скорее всего, говорит Меган 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 это Ния Меган это Ния Но ведь ее зовут Меган, да ты как Меган Это О, да Ингрид Это Мег Да Или Ингрид А, Ингрид это Мег Вот Выставлять рейтинг матчем Вот, но новая механика Можно будет поставить определенный рейтинг тому, как прошел этот матч От 1 до 5 От 1 до 5, соответственно Ну, звездочек типа И это даст им определенную статистику о том, как же проходят игры в DBD и как, 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 как Это репорт Я не думаю, что она должна быть на нигде Нет Нет Ну, недавно будет работать И, да, репорт Вы наконец-то сможете репортить людей По всей видимости тоже на следующей уже неделе Все-таки это Фича не планирует добавить Ну и также можно будет позитивно зарепортить игрока То есть как бы дать ему положительный рейтинг, так сказать Как тяжело было кричать и стонать на... Чтобы озвучивать персонажа Готовилась ли ты к этому? Говорит, она... Это было сложнее, чем она думала Чуть ли не два с половиной часа она находилась в комнате, где, соответственно, она пыталась озвучить персонажа Вот, но, говорит, ей вроде как было сложнее, чем остальным сотрудникам В общем, стонать сложно, как оказывается Ну, это смотря в какой ситуации, конечно Что по поводу покусывания... Ногтей Двайтон Мы это починили Есть ли это в твоих патчноутах, Дэйв? Да, возможно Исправлена подсветка ловушки у трапера И теперь она будет ставиться ровно в ту точку, в которую она подсвечивается То есть вы смотрите на землю, видите очертание ловушки, она поставится туда Переделана кнопочка готовности в лобби А, вернее, вот эти вот, видимо, кровавые Ну, в лобби А, вау Они добавляют возможность видеть имя игрока, который играет с вами Но вы не будете видеть уровень и ранг Только имя Кроме как в Kill Your Friends и в Survive Your Friends В Survive Your Friends и в Kill Your Friends Ранги, левелы, все будет видно Но, как только вы зашли в игру, вы сможете видеть хотя бы имя игрока, с которым играете Такие дела Баланс Дэйв говорит, по балансу поменяется очень много перков, аддонов, шмоток И получение очков как выжившими, так и маньякам Будет Сильно изменится Еще очень важная вещь, которую хочет Дэйв рассказать Мы Мы добавляем на карту Новые объекты, которые будут называться тотемы Тотемы можно будет найти на карте Уничтожить И получить дополнительные очки То есть теперь будут не только генераторы, сундуки, крюки и ворота Теперь они еще добавляют некие тотемы на карту, которые можно будет найти, сломать и получить долбачки Вы что-нибудь сделаете с ботами? Мэтт говорит, что очень тяжело фиксить этих ботов Потому что люди делают какой-то скрипт Мы его, например, убираем Но люди делают новый скрипт Поэтому Но мы работаем над этим, да И это время, когда мы спим, не важно Мы, как Мэтт сказал, чин-то streamers Мы стараемся в том, что мы спим, или демократим, что мы спим Или демократим, что мы не должны быть вверхом Тотемы Нужно ли иметь с собой тулбокс, чтобы сломать их? Нет. Увидит ли маньяк, что ты их сломал? Да, он увидит, но ты получишь за это очки. Соответственно, это будет опасно ломать тотемы, но ты получишь за это специальные очки. А, да, он услышит только, если он близко к вам находится. Потому что вы ломаете его с определенным звуком, и сам звук поломки тоже присутствует. Почему Майкл зовут Тень? В общем, его вот так вот зовут в фильме, если вы посмотрите. Да, его зовут Майкл, как бы в жизни, но Майкл Мэйерс. Ну, вот Тень. Можем ли мы увидеть, как будет выглядеть тотем в игре? Пожалуйста, картиночки тотемов. Ну че, пойдем смотреть, что нового появилось в интернете за последнюю неделю. Что интересного появилось в артах, косплее и прочем. Тотемы сломаны, ломаются навсегда, когда вы их ломаете? Да, навсегда. Найра или Бун. Да, нужен новый арт Найры. У Найры, кстати, очень клевые арты с двайтом в последнем ее посте. Очень такие разные клевые двайты. Прям выражение двайта. Это типа сущность. Ну так, один из художников воображает себе сущность. Да. Да. Баркинг Панда, начисал, собственно... Видимо, Легаси Клодет, по всей видимости, да. Э-э-э-э-энтити-тачит. Офигенный арт на кружке с Трайпером, Призриком, Майклом. И, наверное, там сзади есть медсестра где-то. Дэйв говорит, а мне нравится кружка с птичкой. Я хочу кружку с птичкой. Какая-то группа людей организовали вечеринку «Выживаем с друзьями». Но больше информации у них и нету. Если там была еще какая-то инфа, то они бы обязательно о ней услышали. Иви нарисала... Кстати, очень прикольный арт. Посмотрите на эту Мэг. Мне... Мне нравится. Мне очень нравится этот... Этот... Этот арт. У Мэг охрененный все-таки спортивный костюмчик, да. Ну и, кстати, Клодет тоже такая грациозная вся. Вот только почему Киркоров такой грустный. Супер Мэг. Супер Мэг. Офигенный, кстати, спринт и адреналинчик. Это от Инн Керри. По всей видимости. Тоже арт с Энтити. Нет, стоп. А! Нет. Это интерпретация того, как Траппер появился на свет, как Энтити поработила Эвана Макмиллана и сделала из него, собственно, охотника. Офигенный. Офигенный. Это мой путь. Я обычно не получил изображения. Ну... Ну... Извините, ребята. Извините, что на этой картинке плохая графика, потому что это он... Он нашел и... Ну, не оригинал, как бы. Ну, вещь клевая. Типа. 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 Там прям обои для рабочего стола. Вот, красивые были. И... Касплейчик. С... 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 ...Стволбоксом и... Страпой. Я бы не посувал пальцы в эту трапу. Даля. К... Керри Поттер... О! Там Найра! Там будет Найра! Эй... Они спалили Найру! Эй! Да, тот самый арт, о котором я вам говорил. Далее, следующий арт от Кэрри Поттер. Мэг Томас в... Ну, типа, виртуальная реальность в Dead by Daylight. Найра Фэйрфилд, да. Очень, говорит, вдохновлена Двайтом. Да. Должно ли это стать настоящим комиксом? Найра, если ты нас слушаешь, то мы ждем от тебя настоящего комикса по... 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 по Dead by Daylight. Ааа, вот такие дела. Кто такая Найра, ребята, боже? Найра, я не знаю, как переводится слово пролифик, но он сказал, что это очень пролифик. Прости, я не могу это перевести, это... Но это реально клевый арт. Да. О, Кэрри Поттер был слушать, так что... А, вот здесь мы имеем... А, вот здесь, который здесь Фу, я думаю, который сейчас работает на... Г... граффити, наверное, на стене. Волл-арт. Мюрал, не знаю, как читать, но да. Траппер, который несет очень странного Майкла. Кто такая Найра? Ну, как мне ответить на вопрос, кто такая Найра? Все, что я могу сделать, это... Сбросить... Ссылку на арты Найры в чатик. Вот. Аняшечка Двайт. Ты же спрашиваешь, кто такая Найра? Я решил тебе ответить. Все. Слушай, хороший Чиби, Чиби, Чиби Двайт. Опять, зачем они... Перекликивают через... Квадет. Арт, сделанный клубничным молоком. Стробери Милк. Кстати, няшечки. Стробери 1412, который делал этот красивый... Есть стиль, который... Может быть, красивый? Красивый. 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 Ну а. А, то это... Красивый. Арт... Медсестры, которая пьет слезы выживших. Солти Сюрвайвор Тирс. Соленые слезы выживших. Чара Киллер... Я вижу, они так быстро пропустили мой арт. Чара Киллер, там твой арт тоже был. Блин, я не услышал твоего имени. Они озвучили твое имя, блин. А какой из них был твой арт? Обязательно потом надо посмотреть. Скинь вообще в личку лучше. А, пиксельный ДБД. Они разве не показывали такой же арт в прошлый раз? Или похожий был? Не-не, похожий, наверное, просто был, где тоже все были такие... Типа, ну... В кемпинге, и Дэйд Вайд тоже вроде висел на крюке. Очень странный косплей на призрака, но... Лицо у чувака охренительно стрёмное на самом деле. Да, хотя он был... Чара Киллер, Гомен... О, няшечки для... Хвыну и няшечки от Юки Ямато. И последний от Брэндона. Девятилетний племянник одного из игроков, который нарисовал, собственно... Свой собственный арт. Говорит, что арт офигенный, но... Он не уверен, насколько... Насколько... Стоит ребенку, не знаю... Рисовать такие вещи. Нарисует красиво, да. Пролифик плодовитый. О, ну, я думаю, что в чатах может ответить. Можете просто ответить вместе? Да, экстракт донат-поинт, чтобы всем ответить. Когда легасида появилась в чатах? Итак, всем доп, плюшки, кто спросил, когда же выйдет Легаси Престиж? А будут еще вопросы? Говорит нам, Дэйв. Ты мальчик? Да. Или... Подожди. Нефью, низ, нефью, низ. Низ племянница, нефью племянник, да. Если я правильно. Ну, короче, люди начали задавать вообще рандомные вопросы. Ну, короче, люди начали задавать вообще рандомные вопросы. Когда нет гея-артов, плачет один персик. Тотемов будет больше, чем один на карте, и они 100% будут появляться. Как высоко может лететь медсестра? Может ли она улететь в космос, если она хочет? Она не умеет летать. Она может... Она может... Она лишь парит над землей. И она может телепортироваться диагонально наверх, но не настолько далеко, чтобы, например, достать до Луны. Эш появился, да? Вы видели Эша, на Эйс. Будет ли золотой тулбокс в игре? Не-не-не. Сколько очков мы будем получать за тотемы? Не помню. Мы должны знать. Это больше, чем 10? Это больше, чем 10? Дэйв не помнит, но это больше, чем 10 очков. Так что да. Все же видели сегодняшний пост в группе о том, появится ли Эш на настоящем стриме. Эш появился. Все, кто ставили лайки, спасибо вам, молодцы. Вы... Вы... Вы сами призвали Эша на этот стрим. Он сказал 100 или 500. Короче, за то, что ты сломаешь тотемы, ты получишь то ли 500, то ли 100. По-моему, 500 все-таки. Походу, 500 поинтов. Да, окей, давайте посмотрим тотем. О, тотем. Вот так вот он будет выглядеть. Маленький. То есть его надо будет прямо на земле искать, походу. Забавно, прикольно. А может быть, он просто на картинке такой маленький? Ну, мне кажется, он стоял в углу дома. По-моему, он стоял в углу дома. И... То есть он был маленький, небольшой такой. Еще Дэйв только что сказал то, что... В новом патче, походу, также будет... Увеличена удача найти хорошие шмотки в сундуках. По-моему. Мэтт сейчас сделал очень хорошую шутку про Лысого 2. Ну, а, это ну. Я не буду повторять. Спасибо, мистер Тотемец. Вот. Дудец. Проси у них Special Discord. Да, Discord было бы неплохо от разрабов, на самом деле. Хорошо. Когда выйдут новые карты? Будет... Можете ли вы анонсировать? В какую категорию будут... Засчитываться... Бладпойнты в Тотемы. Это может быть Objectives, а может быть Boldness. Но Дэйв говорит, я бы добавил очки за сломанный Тотем в категорию Boldness. Да, я обязательно сделаю хайлайт всего этого стрима разработчиков. Он был полезный, интересный, классный. Много новой инфы. Арт от Найры, я от Chara Killer. Мы когда-нибудь поговорим об иконке Трэпл в файлах игры? Не-не-не, мы даже не знаем, что это такое. Не-не-не, мы не будем об этом говорить. А, 100. Все-таки 100 очков за Тотем, и... А зачем ломать Тотем, если ты получаешь за него, типа, всего 100 очков, говорит? Ну, вы не обязаны это делать. Ээээ... Ну, ладно. Будет ли новая карта кладбищем? Может быть, а кто знает, а... Не знаю. Не знаю. Дэйв сейчас ответил очень неоднозначно, Мэтт ему сказал... Я бы... Я бы хотел, чтобы ты ответил нет в этот раз. Соответственно, возможно... Возможно, новой картой действительно будет кладбище. Мы делаем это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это не составляет вопросы, которые вы видите? Спортиво. Это не плохо. Хорошо. Значит, у тебя есть вопросы? Наверное, равно Тиан. Чувак в группе. Наверное, это просто из-за лысого. И последний вопрос Походу, потому что время подходит к концу Дэйв, я люблю тебя, но это не вопрос Бесконечные крюки Когда это будет? Будет воскрешающиеся крюки То, что мы потестили в тестовом сервере Нам это понравилось частично Но теперь мы... Нам надо много вещей сделать, доработать механики Особенно с поломкой генераторов И тогда уже, может быть, ввести это в игру Но у нас обязательно будет финальный тест всех этих механик Перед тем, как мы будем готовы ввести это в игру Могут ли убийцы говорить? Да, они могут, но они не хотят Что по Легаси на следующей неделе? Да, да, окей Поехали дальше Итак, Мэтт хочет пройтись еще раз по своему списку Сара, спасибо, что присоединилась на наш стрим сегодня Убер Престиж Легаси На следующей неделе Затронутый сущностью Престиж Да, у нас были некие Пробоины в нашем корабле Из которого Протекла информация про нового маньяка Каргу Ну, мы заделаем, говорит, Мэтт, эти дыры в корабле Обязательно подписывайтесь, говорит, на канал, на твиттер и прочее Подписывайтесь также на мой канал, переводы там, все В группу в Steam Community вступайте Ну, в Хомис Админс В Хомис Касл Слова мудрости от Сары Если вдруг Слова мудрости от Сары Говорит, если вдруг Вас кто-то Если вдруг вас кто-то Спросит Попросит сказать слова мудрости Подготовьте какие-нибудь Такие слова, которые вы сможете Всем посоветовать Вот, заранее Имейте, вот, просто в голове Вот Эту фразу Вот у Мэтта есть У Мэтта Есть слова мудрости Которые он собирается использовать сейчас Нормальными людьми Нормальными людьми являются только те, кого ты еще пока не знаешь Очень странные слава мудрости Очень странные слава мудрости Ну, прислушаемся к Мэтту Спасибо за стрим Спасибо вам за стрим разрабы Счастливо, до следующей недели Очень продуктивный стрим был